Как известно, в июле 2009 года программа ООН по окружающей среде ЮНЕП и Оргкомитет Сочинской Олимпиады подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому ЮНЕП обязалась оказывать консультационную и техническую поддержку Оргкомитету в области охраны окружающей среды, а также провести независимую экологическую экспертизу района игр до и после проведения Олимпиады. Уже сейчас, за несколько месяцев до проведения игр в Сочи, руководитель российского отделения ЮНЕП Владимир Машкало считает, что у города есть все возможности принять эстафету зеленого строительства у Олимпийских игр, состоявшейся в Лондоне. Еще в 1999 году, когда была разработана повестка дня 21 века, мы по просьбе Международного Олимпийского комитета оказали содействие МОКУ в разработке такой повестки дня для Олимпийского движения. И на сегодняшний день большинство Олимпийских комитетов в мире, они выполняют эту повестку дня и следуют ей. — Известно, что ЮНЕП дала высокую оценку организации лондонских игр с точки зрения экологии. Что там было сделано и на что можно было бы равняться Сочи? — Прежде всего, я хотел бы отметить, что условия проведения Олимпиады в Сочи и в Лондоне, конечно, несравнимы. Каждая уникальна. Если в Лондоне мы имеем мегаполис, то в Сочи не только город, но еще и значительную часть природного наследия. — То, что касается Лондона. Да, в Лондоне были достигнуты определенные результаты. Как для города, скажем, Олимпийский парк, который был построен фактически на зараженной территории и сейчас является не только самым зеленым местом в Лондоне, но и крупнейшим городским парком, построенным в Европе за последние 150 лет. То есть фактически в Лондоне восстановили часть природы. То, что касается Сочи, насколько я знаю, планы, заявленные, они сравнимы. То есть надо подождать результатов. — Еще вот такой вопрос. Что может и чего не может ЮНЕП в том, чтобы сочинские игры прошли без ущерба для окружающей среды? — В апреле этого года было подписано практически бессрочное соглашение о сотрудничестве между правительством Российской Федерации и программой ООН по окружающей среде. Естественно, сейчас мы разрабатываем подробный совместный план действий. И вопросы Сочинской Олимпиады, конечно, стоят главным приоритетом. И для направления экспертов, международных или наших, нам обязательно необходим запрос или просьба со стороны государства. Просто так вмешаться во внутренние дела государств мы не имеем права. Тем более, как я говорю, что этот вопрос может обсуждаться на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. И наш исполнительный директор, он ежегодно в сентябре отчитывается на Генеральной Ассамблеи членом о проделанной работе. Но, как вы знаете, что Россия играет тоже очень важную роль в рамках Генеральной Ассамблеи и является постоянным членом Совета безопасности ООН. Владимир, вот как, на ваш взгляд, можно ли при строительстве таких масштабных объектов делать все, чтобы минимизировать ущерб для окружающей среды? Нумеровая практика, в частности, вы меня спрашивали про Лондон, показывает, что это возможно. Скажем, насколько я знаю, после проведения Лондонской Олимпиады, те отходы, которые были вывезены на полигон, из них 64% были переработаны. То, что касается олимпийских объектов, то все отходы и также демонтаж использованного оборудования на 99% были либо вновь использованы, либо переработаны. То есть это показывает, что возможно. Продолжение следует...